У нас опять обзор рынков. Вторник, как обычно, сегодня 6 июня. Я включу предупреждения о рисках. Сейчас мы обсудим вкратце рынки, потому что мы и так очень много времени у вас отняли. Ну, так получилось, до сих пор копаются в системе, не могут понять, почему так случилось. И, конечно же, организатор вебинара Amiral Markets. Контакты. Сегодня, конечно, не тематический вебинар, но еще раз напомню, если вам какие-то темы интересны, свои, личные, то, в чем вы немножечко, может быть, не сильно разбираетесь, хотели бы лучше узнать, пишите, пишите мне в Skype, пишите в Amiral Markets, предлагайте темы. А мы перейдем к обзору рынка. Я начну с нефти. Вот как раз сейчас движение. Заходим снова в канал. Видите здесь, что происходит на нефти. Такая, как говорят, big picture, большая картина, такая широкая картина. Заключается она в том, что ОПЕК принял решение о продлении квот на 9 месяцев 25 мая. После этого нефть не сильно даже росла, потому что все было в цене. Но вы понимаете, это решение запоздало. Мало кто удивился. И мы направились вниз. Более того, даже нарисовали такую фигуру, голова и плечи. Это нечастый гость на рынках. Но если он сформируется, такая фигура, то я предпочитаю все-таки как-то краскосрочно хотя бы заходить. Вот сейчас момент интересный. Мы вокруг этой линии шеи во второй раз пытаемся в нее войти, выше линии уйти. Может быть, сказалось, небольшой конфликт арабских стран. У Катара дипломатические отношения прервали с Катаром. Возможно, где-то это. Возможно, рынок просто не готов штурмовать новые минимумы. Но пробой был не на величину головы, а на половину, на величину шеи. Обычно говорят, что ждите ухода на целую голову. Вот посмотрим, чем закончится уход выше вот этой линии. Давайте еще одну линию нарисуем. Ну, как нарисуем, образно. Думаю, что выше этого уровня нам все-таки дадут еще одно доказательство, подтверждение, что для того, что быки все-таки сильны в моменте. Ну, и еще один момент дополнительный – это запасы. Они уже второй или третий раз выходят достаточно плохими для медведей. То есть, кто помнит, кто следит, минус 6 миллионов баррелей было на прошлой неделе. Сейчас, сейчас, сейчас. Видно будут графики. Переключаюсь. Секундочку. Да, я спешки переключил на график, а вам его не включил. Сейчас буквально система мне даст опять установить плагин, запросит. Но и уже привыкли, что мы каждый раз эти плагины устанавливаем. И вот он сейчас закачается. Вы, наверное, даже видите. Открытие каких-то файлов. Отлично. И включаем наш... Разрешить, конечно же. Открыть. И, наконец, ура, ура. Вот, должны теперь видеть. А, запустить сначала на ров. И вот должны уже видеть. Напишите, если видите. Вот теперь метатрайвер включился. Голова и плечи. Нефть. Да, отлично. Я специально сжимаю график, потому что иногда развернутые свечи мешают видеть такую общую картину. А сейчас мы прекрасно видим, где какая линия. Свечи, широкие свечи нам не мешают это видеть. Так что посмотрим, чем эта игра закончится. Ну, я уже на всякий случай путы прикрыл, закрыл, продал. Хорошо, что я это сделал, потому что дешевеется с бешеной скоростью. То есть течение июньского... Нет, июньского контракта буквально на днях будет, через неделю. И вот сейчас немного колок продал 55-х. То есть я думаю, что выше 55-х не уйдем. Такой пари назовем, такая сделка. А теперь жду, пока мне дадут хэдж купить 50-е и куплю хэдж. Но это уже другая история. Да, я, кстати, счет постоянно показываю. А то... Назвался Груздин. Да, вот счет, который у меня все время... Уже, наверное, полгода я его свечу. Каждый вторник, каждый четверг на вебинарах. Так что ничего сильно не изменилось. Примерно 133 тысячи. Немного не хватает до 133. Вот она, вот уже 132,758. Вот она нефть сделки, S&P сделки, пшеница. Помните, на одном из вебинаров я купил кол на пшеницу. И он, конечно же, не сработал. Точнее, пшеница ушла выше нужного уровня, но уже после истечения этого кола. Оказывается, майский истекает раньше, чем я думал. Ну, вот так моя ошибка. 600 долларов коту под хвост улетела. Я снова зашел в такую же сделку. Кто видел пшеницу, давайте откроем. Хоть и нет у нас пшеницы, но все же, раз о рынках говорим. Вот у нас такой был пробой. Надеюсь, теперь я правильно включил экран. До этого был метатрейдер, а теперь я переключился на пшеницу. Вот она. На пшеницу. Наконец-то сегодня еще один был рывок вверх. Если мы выйдем из вот этого флета какого-то, то пробой вверх мне начнет зарабатывать. Я купил, если вы видели, 450-й колл. Все, что выше 450-й, это мое. И ограничивал 500-м. То есть выше 500-м уже мне не важно, что будет. Ну, что покупать часть. Ну, посмотрим, что будет. Так что уже инземаны. Желтым цветом он закрашивает те опционы, которые уже входят в деньги и начинают зарабатывать из купленных. Так, ну и Apple у меня есть купленный колл и проданный колл. Есть iShares, бразильский индекс, который, ну, после вот этого скандала в Бразилии я сразу же вошел на пани, или, да, вот этот индекс бразильский, Бовеспа, по-моему, да, бешеными темпами падал. Причем S&P Dow Jones растет, Бовеспа падает. Решил. Gable Life зашел сегодня буквально вчера половину портфеля, сформировал половину конструкции, сегодня вторую половину. И такое поставил, что не будет банкротства JCPenny. До ноября это такая сеть супермаркетов в США, JCPenny Ticker. Ну, вот так несколько позиций. Посмотрим, что будет. А мы вернемся к нашему... По фунту не бык, спрашивает Владимир. Бык, конечно, но давайте переждем все это рассосется, всякие эти события политические, ситуация немного придет в себя, и дальше я снова зайду. Тем более, что последние движения по фунту, ну, такие флетовые можно назвать. Давайте четвертчасовую поставлю. Даже нет, дейли поставлю. Надеюсь, видите. Да, видите. Видите, ничего интересного последнего не происходит. Я говорил, что на просадках сильных я бы брал. Ну, я пока не взял. Потому что у меня на опционах такой ликвидности сейчас нет. На дальних колах и маржи нет, на самом деле, все уже в других инструментах. Так что вот так. Всего лишь нам рекомендацию, что, в принципе, я бы делал такое. Уход вниз докупался бы, потому что налицо техническая обычая фигура, формация. Мы пробили треугольник. От каждой просадки, наверное, стоило бы покупать, потому что, да, техника раз. И фундаментал, ничего противоречившего в последнее время не изменилось. Инфляция все еще не слабая. Вот скоро снова выйдут данные по инфляции, а потом и Банк Англии соберется. Вот эти два события, наверное, дадут толчок. А пока последние данные вышли так себе, и Банк Англии, конечно же, собрался ставку особо, даже не намекал ни на что. Поэтому и ФЛЭП. Да, с нефтью давайте закончим. Как я говорил, посмотрим, чем закончится формирование. Выше шеи или ниже шеи уйдем. А вот часто последние дни спрашивают, почему евро растет. Уже вот за два дня несколько человек меня спросило по этому поводу, что я думаю. Тут все просто. Если знать какие-то детали общеизвестные, то все становится на свои места. Начнем с долларовой части евро-юсд. В долларовой части все очень тухло назовем. ФРС 14 июня собирается. Рынок не ждет никаких изменений. Ставка по-прежнему будет повышена, скорее всего. Не откажется ФРС от планов, потому что это уже высокая вероятность уже была сформирована разворачиваться из-за каких-то нон-фармов, вышедших чуть слабее. Ну не чуть, ладно, на 30% слабее. ФРС не станет. Поэтому все в цене. Но зато это будет последнее, что сделает ФРС в ближайшие несколько месяцев. Вплоть до декабря, 12 декабря. И мне кажется, и рынок так думает, повышения ставки не будет. То есть лето пропускаем, потом в сентябре будет заседание. Скорее всего оставят. Ну и дальше, наверное, до декабря трогать не будут. Даже если в декабре повысят ставку, то мы получим в 2017 году, как и ожидалось, три повышения ставки. 15 марта, 14 июня и 13 декабря. Вот так цифры очень... Ну нумерологи, наверное, удивятся. Или, наоборот, не удивятся. Цифры интересно идут. 15 марта, 14 июня, 13 декабря. Все меньше-меньше цифра, ровно на одну. Так что со стороны доллара все очень-очень понятно, все очень неинтересно. Теперь, что в евро творится? Интрига как раз сформируется в евро. Вот это выкли, да, вы видите. Несколько недель мы уже растем. Драги несколько месяцев назад, так сказать, промолчал по поводу возможности повышения ставки до конца года, или даже не до конца года, хотя это одно и то же. Его спросили, может ли до... Я уже на который раз повторяю, но у нас сегодня новые участники были, поэтому повторять полезно. Его спросили, может ли ЕЦБ до окончания количественных мер, выкуп облигаций с рынка, пойти на повышение ставки. Он промолчал, там пробугнил что-то, что-то вроде, это не обсуждалось, ля-ля-ля. Ну, понятно, что это противоречивая мера. Количественное смягчение – это на, так сказать, голубиный фактор с точки зрения ставок, а ставка – это истребиный фактор. То есть это парадокс, когда Центральный банк, еще не закончив меры количественного смягчения, все еще выкупает с рынка облигаций на миллиарды, 60 миллиардов, и в то же время идет на повышение ставки. Так не должно быть, по идее Марио Драги должен был сказать, да нет, вы что, как может Центральный банк так делать? А он промолчал. Значит, все-таки где-то в кулуарах, где-то в голове Марио Драги, где-то может в комитете, где голосуют за ставку. Есть такое допущение, есть такая идея, что в принципе может быть инфляция у нас сильная, особенно вот в южных странах, в Испании уже 3% была, в Германии тоже не слабая. Поэтому пока рано было что-либо говорить, и он просто решил промолчать. Намек, инфляция сильная, намек на повышение ставки. То есть рынок понимает, что ни о какой ставке пока речи не идет, но в отличие от ФРС тут есть интрига. Вот на этих ожиданиях и идут покупки. Плюс жару добавило, что техника, пробой был. Ну это вторично, да, были предпосылки, был пробой. Ну и наконец Трамп, вы помните вот эти вот скандалы, все это доллар не делало чести, не добавляло стоимости. Вот все вместе дало пробой. Конечно сильнее, чем ожидалось, то есть для такого события, как какое-то дальнее повышение ставки, намек какого-то там, не какого-то, а намек единичный, молчание даже какой-то главы ЕЦБ унесло евро ну там тысячу пунктов почти, почти скоро будет тысячу пунктов. Это конечно многовато, но вот так масса факторов повлияла на это. Нет какого-то одного фактора. Поэтому здесь получается все понятно, если учесть вот те вещи, о которых я говорил, получается, что в принципе все понятно. Так, идем дальше. По евро я не знаю, я бы ждал, пока не будет касания там 1.15-1.16 где-то наверху, или же мы не вернемся к этому каналу. И есть еще один фактор, который снова вернет доллар на рынке, снова сделает паритет обсуждаемой темой. Это какое-то очень агрессивное повышение ставки в ФРС. ЕЦБ уже не будет куда-то там в голубиную сторону смотреть, но уже так не бывает, чтобы в конце цикла, когда все налаживается, в Италии безработица впервые за 5 лет побила рекорды, хоть там и 11%, но это максимум за последние 5 лет. Все хорошо, и вдруг он снова нам говорит, что будет выпку публикат, уже не то время, уже этого не будет. Значит, остается у ЕЦБ один выход в одном направлении, шанс пойти на предевременное повышение. Вот эта интрига и давит на рынки, давит на доллар и заставляет покупать евро. Все, вот единственная такая интрига. По доллару нет интриги. Была бы там интрига, доллар бы повышался. Так что единственное, кто может что-либо изменить, это ФРС повысить свои прогнозы, сказать, что возможно понадобится еще одно повышение, четвертое повышение в этом году, чем, конечно же, не пахнет. Так что остается вполне такая сбалансированная ситуация, слегка бычья ситуация по евро, которая может в любом момент окончиться коррекцией, потому что мы достаточно сильно выросли. Да и у нас впереди небольшой есть уровень, буквально 100 пунктов осталось для него, 100-200 пунктов, где мы можем остановиться, потому что все-таки важный технический уровень. Вот так, ничего интересного на самом деле. Покупать надо было на пробое. Мы как-то говорили об этом, но именно в этот момент не было какого-то там вебинара, чтобы день в день покупать надо было на пробое. Сейчас ничего нет, не зацикливайтесь на евро. У нас вон сколько интересного происходит. Tesla сегодня побила максимум, новый рекорд, исторический 357, давно такого не было. Кстати, я покажу по Tesla, какие большие-большие шарты. Вот у нас futures, да, Finviz. Тут единственное место, где можно смотреть шарты. Tesla Inc. 26.08. Причем вполне возможно, это старая информация. Сегодня она обновляется. Или шарты закрываются. Сейчас я переключу, если не видно. Или шарты закрываются, или наоборот они увеличиваются. Но я подозреваю, что вынос Tesla, да, шартокрыл, так называемый short squeeze, имеет место быть, потому что когда огромные шарты висят на рынке, любой выход котировки вверх, курса акций вверх, кроет эти шарты, и идут новые маржин-коллы. Что такое закрыть шорт? Закрыть шорт – это купить. Идут новые покупки. Маржин-коллы – это тоже покупки для шартов. Ну и с нежным пломом все нарастает. Добавляет жару в рынок, топливо на рынок. Покупки добавляют. Покупки способствуют маржин-коллам и стоп-лоссам. Формируются новые покупки, закрываете стоп-лосс и маржин-коллы. Цена снова растет. Ну и вот так. За 52 недели Tesla удвоилась. Вы здесь видите, вот 100% за 52 недели. То есть, точнее, за минимум, от минимума за последние 52 недели, то есть годовой минимум, мы оттолкнулись на 100%. То есть, если бы кто-то покупал Tesla на минимумах с мая-июня прошлого года, когда это было, в декабре, да, вот, декабрь, это был минимум, от этого уровня 180-360 мы ушли ровно на 100%. Так что, вот, смотрите сами, у кого есть, как сказать, кто не боится, можно присматриваться шортам, ставить стоп-лоссы так каждый день, смотреть, что было на хайе, допустим, на максимуме дня, там, до закрытия шортить, ставить стоп-лосс чуть выше и ждать, когда вы поймаете вершину. Очень плохой совет, даже нет, я ничего не советую, очень плохой, так скажем, подход, очень плохая идея, но если вы все-таки поймаете, да, если вы все-таки зайдете минимум, и эти каждый стоп-лосс новый у вас не будет отнимать какую-то большую сумму, в какой-то момент же будет, посмотрите, как он сильно вырос, да, можно ли на плохой стратегии что-то заработать. Но учтите, раз 5 закроетесь по стоп-лоссу, по доллару, и один раз возьмете 15, может быть. Вот кому подходит, можете делать. Но идея, конечно, не очень хорошая, потому что она контртрендовая, да, не люблю я контртрендовые идеи. Лучше была бы коррекция, да, там бы прикупили, или там, ну, я пути протаю обычно. Окей, что еще у нас есть интересного? За всю неделю было, значит, евро. Да, S&P точно так же, как Tesla, только малый максимум был 2 дня назад, в пятницу, показали после нонфармов как раз, что странно, конечно же, на плате с малым фармов малый максимум. Опять же, делать нечего. 2400 ждем этот уровень. Если его будем трогать, касаться, как здесь, можно с небольшими порциями прикупать. Если его пробиваем, вот похоже, что будет медвежий разворот. Давно не было коррекции 5%. Ведь что такое для рынка 5%? Ну, это не очень много. Мы не думаем о глубокой коррекции, там, 10, 15, 20%. Даже 5% давно не было. Что такое 5% для текущих уровней? Вот если от 2400 мы уйдем на 5% вниз, то это будет 2280. Ну, довольно приличный уровень, довольно приличная просадка. Вот куда-то сюда, а мы сейчас, если видите, куда-то вот сюда мы уйдем, если будет 5%. Но вот пока этим не пахнет. Рынки сильные, быков много, данные выходят хорошие, свободных денег на рынке достаточно. Вот типичный такой классический рост. Конец ли это третьей волны или начало пятой по теории Доу? Пока сложно сказать, но точно не вторая волна, точнее, не третья, не начало третьей, а уже, может быть, мы даже подходим к концу третьей волны. А может быть и пятая. Но это не повод шортить, где попало. Так, что у нас еще было? Вот я часто слежу за этими бумагами. Зара, да, так называемый, ATX, это концерт, который управляет, а, это уже Дейли, это уже Дейли, пускай останется Дейли. Очень хорошая бумага, у нас был посвящен этому вебинар, но давно, давно рынок не дает просадку сильную, чтобы прикупить эту бумагу. И учтите, что, ведь если брать по трендам, Америка давным-давно растет, Америка выросла уже сильно, фондовый рынок, а европейский фондовый рынок, он даже максимум не пробивал. Вот ИБЭКС, если взять, у вас есть терминали ИБЭКС, индекс испанский. Вот давайте я прям покажу. То есть идея заключается в том, что, если Америка уже давным-давно пробила, ушла на какие-то там конец третьей волны, как угодно называйте, то европейские индексы, как минимум, я про отдельные бумаги не буду говорить, европейские индексы пока далеки от своих исторических максимумов. Вот я поставлю здесь таймфрейм weekly. Видите, было выше. В 2015 году было 11750, сейчас 10 тысяч. Если идея такая, что Европа восстанавливается, в Европе ситуация улучшается настолько, чтобы ЕЦБ начал думать о повышении ставки в ближайшем или не ближайшем будущем, инфляция растет, рынки действительно чувствуют себя намного лучше и увереннее. То, что в Америке было год назад, полтора года назад, кстати, и по ставкам такие же у нас сроки, первое повышение ставки было в декабре 2015 года. А что, если европейские индексы находятся там, где американские находились ровно полтора года назад? Это означает, что мы уйдем не то, чтобы на новые максимумы, не то, чтобы пробьемы идущие уровни, мы еще уйдем на новые максимумы. Да, Европа не Америка. Масса причин, чтобы на Европу Европу не сравнивать прям так с Америкой, именно в корпоративном смысле, в плане стоимости компаний. Ну, а если глобально на это смотреть, вот чисто по уровню, подходить с точки зрения, с аспекта уровня, то все шансы, что Европа вырастет достаточно сильно вслед за Америкой, тем более, что акселерация, усиление процессов приходится на эти дни, как нам кажется. Так что вот и Бэкс, и другие индексы, ну, по-другим не скажу, Дакс, например, на максимумах, еще несколько европейских индексов показали максимум, вот и Бэкс все еще медленно-медленно тянется, и даже не достиг своего максимума предыдущего. Вот и ITX, вот метатрейдеры у вас под этим тикером, это компания Индетекс, которая, как я говорил, управляет магазинами Бершко, Зара, Массима Дьюти. При какой-то малейшей коррекции по этой бумаге, у нее и бизнес хорошо выглядит, и регион, в котором она находится, возможно, будет расти. В основном это Европа, 67% бизнеса концерна приходится на Европу. Так что все шансы взять на ней что-то, если будет коррекция. А пока, сами видите, все в цене, все уже выросло. А вот наш вебинар на эту тему был где-то вот здесь, такое какое-то пробитие было, или вот здесь, потом после коррекции нашли, там, 31, 32, 30, я даже говорил, что если дадут 30, можно будет купить, но не дали, вот улетели, да, где-то здесь был 30, не дали, а уже улетели почти на 37. Вот, не успели, лучше, чтобы мы раньше провели вебинар. Что у нас еще есть? По Диснею также мы смотрели, на одном из тренингов недавно я смотрел, что бумага показала хорошую коррекцию, на фоне роста всех индексов Дисней, так сказать, просел. Можно еще немного подождать, посмотреть, вернемся в этот треугольник, не вернемся. Я немножечко индикаторов много открыл, в целях обучения на курсе мы это делали. РСА даже уже снижается, хоть это не индикатор для входа. Ну, EDX, нет, EDX говорит, я в селе, MACD тоже уже дал сел. Ну и хорошо, дали они сел на растущем рынке, если бумага стабильная, если вы ее проанализировали, все с ней нормально, можно такие моменты использовать для покупки. Заходить медленно, вот всегда я захожу медленно, поэтапно. У вас лимит на 10 CFD или на 100, заходите по 33 раза. Купите здесь, упадет, поймете, что можно еще докупить, еще докупить, еще ниже упадет, купите еще. Таким образом вы усреднитесь. Не надо это делать вечно, просто разделите свой, не депозит, а ту часть, которую хотели пустить, допустим, на эту бумагу на Дисней, на акции Дисней, на CFD Дисней, разделите на три части. Первую часть реализуйте, допустим, здесь, сейчас, если вы видите хороший шанс, или поставьте ниже ордер, вторую часть поставьте еще ниже ордер, третью еще ниже. Дадут, отлично, вы усреднитесь, встанете на всю допустимую часть портфеля Дисней и будете ждать. Не дадут, вырастет, но купите одну треть, подумаешь, всего лишь ваш портфель, который должен был, допустим, иметь 100 акций Дисней, иметь всего 30, остальное вам не дадали. Ну и хорошо, тоже неплохо, сосредоточься на чем-нибудь другом, остальные 70 бумаг, купите чего-нибудь другого. Ну и, наконец, золото. Мы сегодня короткий проведем, потому что у нас времени не очень много из-за технических проблем. А золото, вот хороший, мы видим здесь уровень сопротивления, коснулись 1296. Пока находимся под ним, будет ли двойная вершина, или все-таки еще один шажочек сделаем уже до следующего мощного уровня. Давайте посмотрим, что это на Уикли. Мне кажется, на Уикли что-то серьезное здесь может быть. Так, мини-терминал. А, нет, на Уикли мы даже пробили. На Уикли мы пробили. Очень сильный тренд мы пробили. Да, вот, тут не совсем то, что я хотел сказать вам, хоть и двойная вершина, но на фоне большого тренда Уикли это ничто, это просто капля в море. Посмотрите, какой сильный уровень. Давайте я вот это все уберу. Нет, давайте все-таки это ставим. Вот это вот уберу. Это не актуально для Уикли. Вот тут можно в Метатрейдере убирать. А, сейчас все видно, да? Опять не видно. А, выключилось, выключилось, извиняюсь, сейчас. Вот опять он просит разрешить. Секунду. Выключилось. Это не я, это... Вот сейчас будет видно. Видно ли Метатрейдер? Нет. Вот, вот так. Так, никто ничего не пишет. Виден ли Метатрейдер? Нет. Еще раз включу. А, запустить, стоп. Вот сейчас должно быть видно. Да. Посмотрите, какой глобальнейший... Сейчас я и эти уберу линии. Они вообще остались совсем невидимыми, потому что они часовые, четырехчасовые. На Уикли они точно не нужны. Вот что значит глобальный взгляд. Вот что значит сузить график настолько, чтобы увидеть больше. Ну и этот уровень... Ну ладно, оставим, только линию сделаем. Или даже нет, на Уикли уберем. На Уикли просто он не нужен. Пускай он будет везде, кроме Уикли. Даже для полного счастья уберу и вот этот. И вот, наконец, верхний не обращайте внимания. Смотрите, что мы пробили. Мы пробили уровень от максимума в 11-м, когда Америке снизили рейтинг. Дальше какая-то там волна, импульс соединили. Они получили в 16-м году очень тесное касание. Несколько раз, много-много-много раз касались, не смогли, упали. Еще раз попытались, с грохотом просто провалились. То есть этот уровень, эту линию мы видим. Это очевидно. Еще один раз попытались войти. И вот сейчас мы сильно растем. На это влияет. Мы как-то проводили вебинар. Я хочу сказать, что нет никаких тенденций сильных, таких корреляций между ставками, еще чем-то, инфляцией. Все по чуть-чуть влияет. То тут меняется в еврозоне, то там меняется. Поэтому я не нашел такой четкой тенденции, связанной с чем-либо с каким-то макроиндикатором, где можно следить за этими двумя активами, макроиндикатором и золотом, и говорить, что да, вот сейчас такая тенденция, она влияет на золото, и дальше будет влиять. Но технически вот этот уровень, мощнейший, мощнейший, важнейший, важнейший уровень, ему, между прочим, минуточку 6 лет этой линии, этой нисходящему тренду, и мы его пробили в сторону роста. Не то, чтобы надо бросаться покупать, как я говорил, на Дели все-таки есть какие-то уровни, которые остановят нас, возможно. Вот этот уровень. Но как только мы развернемся, коснемся обратно на этом выкле, этой мощной линии, наверное, есть смысл зайти, поставить какой-нибудь дальний, относительно дальний стоп-лосс, и ждать, пока мы уйдем, я не знаю, на 1400, на 1500, есть такой. Но это только технически. Вот я ничего не вижу по золоту фундаментального, даже не понимаю, почему он так себя ведет. Более того, посмотрите, как он себя вел много раз, то туда, то сюда, у него у самого нет никакого тренда. Поэтому в отсутствии такого тренда не стоит прямо уж сильно надеяться на такие сильные пробои. У любой может быть сложный пробой, разворот. Вот если бы это была трендовая, да, пара в последнее время вела бы себя вполне предсказуемо относительно, трендово, да, тенденция пошла вверх, все идет вверх. Коррекция, разворот, коррекция еще выше, коррекция еще выше, тогда да. Но вот что он рисовал в последнее время, и я бы не доверял сейчас каким-то техническим фигом. Только после подтверждения. Еще раз показываю выкли, только после сильного подтверждения, после разворота. Ну вот, если мы увеличим, немножко увеличу. Сейчас, как же это увеличить? Не даю, тогда через плюсики. Вот, пробьем, попытаемся еще раз зайти, присмотримся к этой линии, несколько раз сверху ее коснемся, и вот на втором развитии, это называется подтверждение. После подтверждения уже можно вставать в покупку. Вообще, классика говорит, что не стоит делать ничего бычьего до того, как мы не пробьем этот уровень. Всегда вот нисходящие треугольники советуют, ну, по крайней мере, у Наймана было в книге, помню, ты даже Мноерфи тоже говорил, что нисходящие треугольники, то есть нисходящий тренд, мы опровергаем этот тренд и разворачиваемся вверх на покупке только после подтверждения предыдущих максимумов. Вот, когда вот их пробьем, вот тогда и купим. Так что вот так. Но учтите, это уже серьезно. Давно такого не было. Ведь сколько раз пытались и не могли, а вот наконец-таки смогли. Только в любой момент нас могут развести, да, толпа не специально, а так может получиться, что поведемся. Так что внимательно присматриваемся, аккуратненько. Вот почему я сторонник делить депозит на большие-большие куски, на огромные-огромные такие, допустим, треть на валютах, треть на CFD, треть на сырье. И эти кусочки еще разделить на несколько частей, чтобы у вас всегда была такая большая диверсификация. Всегда относитесь к этому счету как учебному, всегда учитесь. Не надо думать. Все самые мои худшие сделки были тогда, когда я говорил, что все, верняк, точно надо заходить. Хуже уже, ничего, что хуже. Это, наверное, самая лучшая сделка. Прямо очевидно видно, вот такой пробой, график и все такое. И это были самые худшие сделки. Поэтому присматриваемся, осторожничаем, обсуждаем, всегда смотрим на сделку как на нечто, ну, такое авантюрное, что ли. Как бы, ну да, вроде так, а что если не так? Ну, прикуплю немного, посмотрим, что будет. Пойдут прибыли, отлично, оттягиваем стоп-лоссы, удаляем тейк-профиты. Нашли хороший момент входа, не надо бежать выходить, тем более это маленькие деньги должны быть. Ну, если вы депозит разделили на три части глобально, потом еще на 10 частей каждый, ну, допустим, для там двухтысячного депозита по 0.01 заходить, наверное, самое-самое оптимальное, не больше. Вот такой подход обеспечит вас на длинной истории, ну, какой-то вероятностью больше 50, что если при должном подходе, при использовании этих анализов и всего остального, правильном подходе, возможно, вы будете в прибыли, а не в убытке. Все остальное проигрышно, сразу, вот как только я вижу, кто-то Мартингейл использует, усредняется очень сильно, а не вот, как я говорил, изначально разделить на три части и зайти третью. Не купить на всю катушку, а потом еще раз докупить еще, нет, изначально разделить на три части и от возможной покупки купить только на треть, на четверть, потом еще немного, вот это, это не усреднение все-таки. Так вот, как только кто-то делает такие вещи, как усреднение, как только кто-то твердит, что вот точно, я верю, верняк, там написали и так далее, как только кто-то смотрит на все это, как на деньги, все, пиши пропало, можно считать, что этот трейдер просто сливает медленно свои депозитки, кто-то быстро, кто-то медленно. Поэтому аккуратно относимся к этому, как к виртуальной игре, обсуждаем, собираемся, где-то не так пошло, ну закрыли, вышли, подумаешь, не так пошло. Хотя я это, кому я это говорю, я же сам тоже не всегда делаю, вот, например, чтобы по Netflix удержался, и наконец-то закрылся с убытком, хотя давным-давно мне стоило бы закрыться. Бывает, ничего, главное, чтобы часто такого не было, и с каждой ошибкой мы учимся меньше и меньше их делом. Теперь у нас вебинар будет в понедельник, я, правда, хотел календарь показать, но тут нечего показывать. По календарю у нас четверг, ЕЦБ, самое главное, резюмируем, что у нас будет на этой неделе, ЕЦБ у нас в четверг, что скажет Марио Драгиев, какие вопросы ему зададут, пресс-конференция особенно важна. И у нас в четверг будет вебинар, сейчас я посмотрю, точно скажу, вебинары, нефть после ОПЕК, нет, подождите, ну да, правильно, 8 июня, нефть после ОПЕК будет вебинар тематический. Ну, понятно, будут вебинары Романа, но я сейчас не Роман, я с его пароля зашел, вебинары Романа по теханализу, как обычно, 3, 10, 17, 12, 11, 26, ну и следующий вторник снова у нас будет фундаментальный обзор рынка. А вот из тематических вебинар будет ближайший 8-го, то есть послезавтра, в четверг, будем говорить об ОПЕК, я покажу, постараюсь визуализировать все, о чем говорил о нефти, визуализировать все видения, картинки вам показать, что к чему, ну вот обобщим понимание нами того, что происходит на рынке нефти. Тем более, и просто создание ОПЕК что-то у нас изменилось, и запасы несколько раз вышли и выйдут. Окей, всем тогда удачи на рынках, жду вас 8-го числа на обсуждении темы по нефти. У Admiral Markets очень даже неплохие условия для входа, потому что фьючерс на нефть, он стоит 1000 баррелей, то есть один контракт на нефть, он 1000 баррелей, а здесь вы можете зайти меньшим объемом, то есть здесь 100, да, минимальный объем 100 единиц. То есть 10 раз меньше, чем на фьючерсе, поэтому можно и с меньшими счетами, с маленькими депозитами заходить. Ну и ждите, что произойдет с этой линией шеи, от нее зависит. Да, Игорь, мы хотели говорить о выборах, но решили, что это достаточно скучная тема, она будет, скорее всего, политизированной, такой не о рынках, не интересной. Давайте все-таки поговорим об инструментах, ну вот так, переиграли немножко, убрали этот вебинар. Но он был бы достаточно скучным, мне кажется, не всем было бы интересно. Только тем, кто интересуется политикой Великобритании. Поэтому давайте о чем-то более практичном. Мы, может, еще в будущем поговорим, но не о выборах, а о фунте. Пускай выборы пройдут, мы лучше во вторник это обсудим, что было, что повлияло. Я поздравляю, что вообще никак не повлияет. Вот в чем вопрос, если не будет интриги. Окей, уже мы сидим достаточно долго. Всем удачи на рынках, жду вас в четверг. Риск менеджмент, еще раз риск менеджмент. И третий раз риск менеджмент. Аккуратненько торгуйте, не спешите. Некуда нам спешить. Вот я никуда не спешу, у меня счет, видите, медленно растет, слава богу. Поэтому, как только я начну делать попытки с рынка сорвать все и сразу, счет будет падать и очень быстро. Поэтому я никуда не спешу. Сто раз пересмотрю сделку, сто раз подумаю, может, я бы спать, проснусь после сна, это сделаю. Вот так, спокойненько и очень аккуратно. Окей, всем хорошего вечера, всего доброго, встретимся с вами в четверг. Продолжение следует...